Заседание Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественного Совета при Министерстве спорта России, на котором обсуждался проект стратегии, прошло в среду. Это, продление срока разработки, обусловлено тем, что финансовый механизм реализации стратегии пока не ясен, Минфин и Минэкономразвитие не могут в настоящий момент согласовать ни план реализации, ни саму стратегию, так как это во многом связано с финансовым обеспечением, сказал Матэцин. Министерство спорта готово к диалогу и конструктивным замечаниям по проекту стратегии 2030, предложения, поступающие от профессионального сообщества, будут внимательно проанализированы. Уверен, мы представим президенту и правительству хорошо проработанный, сверенный и финансово обеспеченный документ для нашей деятельности на ближайшие десятилетия. В заседании также приняли участие председатель комиссии общественной палаты, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винни-Русманова, председатель Общественного совета при Минспорте России, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики НГУ имени ПФ Лизгафта Раиса Терехина, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, а также ведущие эксперты спортивной отрасли, руководители федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года – это основополагающий документ для построения нашей деятельности на ближайшие 10 лет, отметил министр спорта России. Без взаимодействия с Общественной палатой, региональными органами исполнительной власти, спортивными федерациями, бизнес-сообществом, МГУ им. Ломоносова, Фондом Инопроктика и другими нашими партнерами невозможно подготовить этот документ, который бы отражал реалии сегодняшнего дня.